Это своего рода народный сход, вынужденный сход. Сотрудники ритуального агентства «Обряд» выехали на показательную акцию. Умер человек. Прямо на выезде сотрудника агентства конкурент избил на глазах у клиентов. Ему нанесли травмы, забрали документы из 7 тысяч рублей. Грабеж средь белого дня. Сергей просит не показывать его лица. Он опасается за свою жизнь и не без оснований. Пытался залезть в мою квартиру, там измазал все в крови, печатки пальцев, все есть. Вот. Не знаю, значит не оставляет. В покое-то совсем, значит, что-то еще должно быть. Ждем. Дело в том, что у компании есть корпоративная квартира, где в ту ночь должен был ночевать Сергей. Случайно на его месте оказался коллега. Вот окна той самой квартиры. Выглянув вечером на улицу, мужчина обнаружил, как в квартиру пытается проникнуть тот самый боец из 90-х. Зачем? Я думаю, что он меня хотел завалить. Зачем в 3 часа ночи лезть сюда? Наш сотрудник попал под их раздачу, они его избили. Отобрали у него деньги, он написал на них заявление. Вот, и они, видимо, пришли ему отомстить за это таким образом. Ну и хорошо, что я не спал. Именно после этого похоронщики были вынуждены выйти на улицы. Они всерьез уверены, что новый конкурент из агентства «Ритуал» – это человек, способный легко пойти на убийство, как настоящий маньяк. Его нашли, рассказывают обрядовцы, исключительно для разговора, несмотря на угрожающий антураж. А тот вместо разговора вспомнил 90-е и достал ружье. То есть он выстрелил, наш человек, тоже сотрудник, выбил его колесом, покрышкой резиновой, и сломали его. А то есть он прямо пытался убить, что ли, кого-то из вас? Не то, что как бы убить. Сначала он выстрелил в воздух, ну там дальше ждать уже не стали, пока он его перезарядит и сделает. Уже более это, выбили ружье. Сотрудники «Ритуального агентства» обратились в полицию, и та, судя по всему, действовать не спешит. Нам удалось записать разговор с участковой. А как вы, смотрите, у нас человека избили, ограбили, забрали документы. Он же заявление написал. Как вы должны реагировать? Вы ничего не делаете. Я не делаю. Полиция ничего не делает. Полиция делает. Вчера зачитывали материал, сам начальник по Сергею конкретно. Это деяние стоит на контроле у него. Агентство «Ритуал» возглавляет некий Сергей Дранков. Штрих к портрету Дранкова. Люди решили, что будут работать с нашей организацией, в компании «Обряд», хоронить усопшего. Это не понравилось конкурентам. Они пришли прямо на отпевание в храм покойного и попытались учинить драку. Их директор, да, то есть он у батюшки на глазах, у всех скорбящих, у родных, у близких, то есть нанес по лицу. У сотрудников местных похоронных агентств есть опасения, что тот самый парень, напавший на конкурента, пытавшийся потом залезть в квартиру и взявшийся впоследствии за ружье, его зовут Слава, может быть не совсем адекватным человеком. И устроить настоящую охоту на конкурентов, как в 90-е. Опыт у него есть. Слава уже убивал людей и был судим за тяжкие телесные повреждения, привлекшие к смерти. А все это может привести к настоящей похоронной войне со своими жертвами.